добрый день дамы и господа ladies and gentlemen в котором времени мы должны были начать кстати не рано ли я начал давайте-ка я проверю давайте-ка я проверю когда я должен был начать этот стрим нет похоже не рано итак добрый день дамы и господа меня зовут Яков Файн нахожусь я в Южной Флориде Соединенные Штаты Америки сегодня среда 27 марта 24 года 24 года итак сегодня первый день в цепочке нескольких дней когда я почти не буду говорить о теракте на Дубровке нет не на Дубровке кто поедет на Дубровку в Крокусе будем говорить о совсем других вещах больше об американских делах будем говорить о певцах ну и что-нибудь там где-нибудь цепанем если получится если вы сами кстати о Трампе будем говорить о его новой компании может об Израиле и так далее а пока хочу вам напомнить что у нас сегодня прямой эфир поэтому пожалуйста оставляйте свои комментарии прямо под этим видео будем живую общаться прямые комментарии всегда имеют более высокий приоритет правильно на канале если видео получает 100 лайков для меня это сигнал что похоже зашло нормальное видео и я записываю еще так что не жалейте видео ставьте их не жалейте лайки Роман пишет доброго дня доброго дня Роман Айдар пишет здравствуйте Яков сегодня видел новость что в Нью-Йорке один парень сделал бизнес на сквоттерах и когда сквоттер уходит из квартиры человек заходит и меняет там замки возвращает обратно хозяину квартиры такое я не читал такая проблема есть я не рассказывал дня три назад и с особо тут горит нечем это было в Нью-Йорке в Нью-Йорке много дебильных законов поэтому мы там не живем Велорыба пишет доброе утро доброе утро Велорыба Ариис пишет приветствую Яков из коротких новостей всера Польша Украина и Грузия вышли в финальный этап евро 24 по футболу Грузия играла против Греции Украины с Исландии Польша с Уэльсом да я об этом знаю конечно я об этом знаю вот это красавчики и украинская сборная и они вчера выиграли у Уэльса 2-1 из-за чего они будут играть в чемпионате Европы в финале ну в финальной этой группе в группа Е куда они вышли они будут играть вместе с Бельгией Словакии и Румынии и первый матч состоится не далее как 17 июня в Мюнхене я им желаю выступить хорошо и это все что я могу сказать потому как в каком состоянии сейчас украинская сборная мне трудно судить если вы знаете напишите лучше или это сборная чем сборная в которой играл Олег Блохин извините это игроки моей молодости или похуже напишите какие шансы чтобы я хоть в теме хотя бы был там где-то в бане окажусь народ будет говорить про чемпионат Европы по футболу а я ни сном ни духом Айдар пишет Яков вы собирали грибы в шае или для этого необходимое разрешение я нельзя сказать что собирал иногда где-то я оказывался и кто-то был из людей которые рубят в грибах и мне сказали о посмотри вон белый а это не белый я даже не помню ходил я на сбор грибов но здесь люди ходят в основном из моих знакомых это конечно русскоязычные когда-то там по-моему в сентябре начинается грибной сезон у меня есть друзья живут в штате Коннектикут где-то там недалеко от сада Массачусетс и там есть какие-то леса куда они идут толпами и собирают море грибов потом их чистят и так далее но они грибники ни о каком специальном разрешении я не слыхал ничего не надо надо только разбираться в грибах а то знаете можно подзалететь Юрий пишет Добрый день Яков Добрый день Энди пишет Витаю Якова Бажаю гарного настроя Настрой гарный so far покажется so far Доброго ранку Якова пишет Тим Леся Добрый ранок Сергей пишет шалом из Израиля вопросительный знак Что значит этот вопросительный знак Это означает некую неуверенность которая звучит в приветствии Сергея Овчинникова Он пишет шалом из Израиля в вопросительный знак То есть он либо не уверен в том что он мне говорит шалом что переводится мир Мирова, либо он не уверен, что он в Израиле. И это мне напоминает одну историю, когда-то мы ездили в поездку в Южную Америку. В частности, у нас было три дня Бразилия, три дня, что там было, Аргентина и три дня Чили. И мы вот такой нашей группой, мы знали всех друг друга заранее, давно, и мы приезжали и из одной стороны в другую, а с нами в группе был один мужик, который любил спать. Вот он спал и он просыпается как-то в гостинице, ну там уже там все были на экскурсиях или еще где-то, жена пришла в номер, он ей говорит, Маша, где мы? А она говорит, в Чили, Петя, в Чили. Мы так смеялись потом с такой фразой. Так что, Сергей, если вы не уверены, если не уверены, где вы есть, поглядите в окно. Если вы видите много флагов вот таких синеньких, как у меня, видите, вот таких вот флагов, значит, вы в Израиле. Если вы увидите много вот таких флагов, значит, вас как-то занесло в Украину. А если вы видите много таких флагов за окном, значит, вы каким-то макаром оказались в Соединенных Штатах Америки. Сергей, немедленно посмотрите в окно и отпишите, где вы? Сергей, где вы? Итак, Айдар пишет, Яков, когда общество в США и Европы начнет становиться более правым? Мне кажется, направление в эту сторону идет давно и в Европе тоже. Когда этого что-то вылезет, я не знаю, будем наблюдать за этой Мари Ле Пен во Франции. Когда она станет президентом, тогда и остальные подтянутся. Влад пишет, Ирландия. Ирландию, а не Исландию? Я что-то не то сказал, наверное. Опять что-то ляпнул. Так, идем дальше. Влад пишет, как считаете, когда США даст помощь Украине, как вы считаете, может ли Россия пойти на Харьков и Одессу? Я считаю, что на Харьков может точно. Одессу пока вряд ли у них маловато сил. Но они бы, конечно, хотели просто прямо закрыть всю полосочку на юге Украины. На Одессу вряд ли. На Харьков, скорее всего, да. Но все зависит, конечно, от оружия, которое будет у Украины. Но не только оружие. То есть я понимаю, что украинское общество зациклено на этом пунктике. Не дают оружия, не дают оружия, не дают оружие. Вот буквально пару дней дали оружие на 300 миллионов долларов Украине, США. То есть получается, в эти все три месяца, которые говорили, что блокируют из-за того, что гады-республиканцы блокируют фонды и не ставят вопрос на голосование 60 миллиардов долларов, поэтому Украина не получает деньги. А больше у нас, мол, типа негде взять. Оказывается, ездит. Вдруг взяли, где-то там, после секом поскребли, нашли 300 миллионов долларов и оружие на них пойдет Украине. Кстати, о тех 60 миллиардах, о которых твердят большевики, забудьте. Forget it. Forget about it. Как у нас говорят выходцы итальянские люди, которые приехали в Америку, у них специфический акцент. И если они не никогда не учили английский, ну типа как сопрано, они будут говорить со специфическим акцентом, и слова такие, такая фраза как forget about it. Забудь оба. Они говорят forget about it. И даже когда ты въезжаешь в Бруклин, когда ты въезжаешь в Бруклин по Белт-парку, и там знак стоит, типа въезжаешь в Бруклин. Нет, не так. Там какая-то другая фраза стоит. А когда ты выезжаешь из Бруклина, там поближе уже к GFK, к аэропорту Кеннеди, там тоже знак, что ты погадаешь. В Бруклине там написано «Leaving Brooklyn. Forget about it». Специально с этим вот таким акцентом и с неправильным написанием. Да. То есть деньги были, а из этих 60 миллиардов долларов, наружу будет миллиардов 5-6-7. И то на полтора года, если разделить на помесячных, то будет те же самые, наверное, 300-400 миллионов долларов. То есть деньги будут, но не раньше, я думаю, чем в апреле. То есть, вернее, голосование будет в апреле, пока будут чесать репу наши товарищи. Будет, наверное, с мая, может быть, не знаю. Уже пойдет. А может, в апреле уже пойдет. Яков, прыгали ли вы с парашютом? Насколько я помню, нет. И не хочу. Дальше. Арис пишет. Мой фаворитный футболист Андрей Шевченко 25 января был единогласно избран президентом Украинской ассоциации футбола. В 1924 году мог стать тренером сборной Польши, но зашло в тупик, увы. Да, Андрей Шевченко, я помню его. Он тоже уже не мальчик. Макс Вей пишет. Привет. Нападающий сборной Украины Мудрик побывал в куче скандалов, начиная с того, что не возвращается из-за границы уклонист, заканчивая отношениями с российской моделью. Тьфу на них. А если это любовь, Макс Вей? Зачем вы сразу так? Вы что, не верите, что Мудрик мог влюбиться в модель? И, во-первых, он вначале не знал, что она может быть российская, потому что в номере гостиницы было темно. Особенно после нескольких коктейлей, когда они праздновали победу, эта модель показалась ему лучшей женщиной мира. Тут утром, бац, он начал шарить у нее в сумочке и находит российский паспорт. Ну и что ему делать, если это любовь? Если пришла любовь? Так, хорошо. Вопросительный знак Сергей пишет. А значит, что случайно не на то нажал. Клавиатура на телефоне маленькая. И флажок Израиля у Сергея. То есть все-таки Сергей в Израиле. Гоу, Израил! Гоу! Это говорю я, Израилю. Якоб, где самые лучшие пляжи, на которых вы загорали? В Греции. У нас несколько раз я был на такой конференции, она называется «Анконференс» в Греции, на острове Крит. В общем, туда вначале приглашали только тех, у кого было звание Java Champion, ну или потом стали приглашать других людей тоже, которые известны, наверное. И «Анконференс» проходил таким образом. То есть мы прилетали на конференцию, там по приглашениям приезжало человек пятьдесят, допустим. О чем будет конференция, никто заранее не договаривался, никакой повестки не было, расписания, ничего не было. Мы утром приходили в определенное помещение, была чистая белая доска, и один человек, такие были эти желтые наклейки, такие бумажки, где можно писать, которые можно приклеивать. Как она называется? Стикеры. Раздали нам всем стикеры, чтобы каждый написал, о чем бы он хотел поговорить, о каких технических темах хотелось бы поговорить. Потом эти стикеры клеились на доску, и таким образом создавалась повестка, «Адженда» на день. Но день был короткий, я имею ввиду технические презентации, вернее разговоры и всякое такое. Четыре часа. А вторая половина дня была экскурсия. Была экскурсия, и там один человек, известный человек, в Джаве известный человек, хороший, грамотный, он жил сначала в Южной Африке, потом он переехал в Грецию. И так как он там жил, он знал все местные дела, и в частности мы ездили на разные там пляжи. Ну там были скрытые пляжи. Какая красотища, горы, 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 бум, где-то там внизу. Пляж, причем вода прозрачнейшая, голубейшая. Мы потом еще тоже с женой ездили на другие острова, там Греция. Не Греция, какая Греция? Ну да, Греция, но острова такие как Санторини, Миконос, тоже там круто. В общем, поезжайте в Грецию, но поезжайте в Крит, может еще какие-то пару островов, если вам нефиг делать. Я в Холонии, пишет Сергей Овчинников, но с другой, но с душой с Украиной. Это хорошо. В Холонии я был недавно, не далее как, вернее, чуть больше года назад. Так, а Гонконг отошел, как и Афганистан, не понимаю, о чем вы. Айдар пишет, Яков, кто финансирует украинских СМИ? Там прямо одна повестка, Демпартия, Сорос или Глобалисты. Я не знаю, кто финансирует. Я считаю, что украинское правительство промывает мозги своему народу с тем, чтобы вы свято верили в Байдена и боялись Трампа. Почему так происходит, мне трудно сказать. Ну просто у вас такая автократия. Видно, такую повестку вам выдал Зеленский или его офис. Ну кто там у вас? Ермак, серый кардинал. Здравствуйте, Ice Fishing. И дальше, если подумать, пишет, друзья, ставим лайки. Спикер хорош. Если подумать, что-то я вас давно не видел на канале. Я вообще никогда не видел на канале. Вы случайно забрели? Рад вас видеть. Юрий пишет, Яков, диск Голх у вас популярен? Что такое диск, я не знаю. Гольф популярен. Более того, у моих друзей внук вошел в самую высшую лигу. Она называется PGA, по-моему, лучших гольфистов. Молодой парень. И я ему желаю всяческих успехов, а у него уже успехов. Успехов немало и сегодня. Яков, вы были в Израиле. Был раз десять, как минимум. Там много еще мест для заселения. Думаю, съездит все-таки супруга еврейка. Я думаю, что вам неплохо. Неплохо было бы поехать, тем более, что супруга еврейка. А если бы супруга была не еврейка, тогда еще больше надо было бы поехать и посмотреть. Там есть столько мест, да не евреев. Возьмите, возьмите там экскурсию иудея христианская. По местам Jesus Christ там ходил. Какая еврейка? В чем здесь еврейка? Это Иерусалим. Ну, конечно, еврейка. Молодец. То есть, хоть раз бы сделали что-то правильное в жизни. Так, Макс Юй пишет. Яков, за тридцать лет в США вам, женщины, делали неприличные намеки на улице или на работе? Это частный вопрос. Не хочу на него отвечать, но моя жена всегда на страже, и она бы им такое заделала за намеки. Роман пишет. Да, в Греции лучше море и пляжи, на которых я только бывал. Айдар пишет. Вы были в Кипре? Нет и не планирую. Джу Стар пишет. Витание, шановные паны Файна. Как вы оцениваете центральную частину США? Насколько это дауншифтинг? Та че де варто оселиться с точки зрения жития в будинку того хорошего климата, кроме Флориды? Я уже говорил в Техас. Я бы поселился в Техасе, а в Остине где-нибудь там. Средняя часть страны в плане дауншифтинга, я бы не сказал, что это сильный дауншифтинг, но средние зарплаты там меньше. Соответственно, жилье там дешевле. Хоть хотите ли вы жить там, где все дешевле, я не знаю. Самое главное правило, лучше иметь самый дешевый дом в районе, где все дома дороже ваших. Значит, этот район растет. А сознательно стремиться в место, где все ударом. Ну, может быть, в начале карьеры имеет смысл, но в общем, мне кажется, это не очень правильная политика. Ну, кто я такой, чтобы вам давать совет? Вячеслав пишет, Откуда вы знаете, что денег уже нет? Он говорит, Вячеслав, что деньги выделили, но они уже ушли. Не знаю, о чем. О чем вы говорите, не знаю. Знаю, что выделили и поставят оружие. Микита пишет, Здравствуйте, Яков. Пока Трамп только угрожал сократить или вообще перестать помогать Украине. За что его украинцы должны любить? Я не очень понимаю, что значит угрожал. Понимаете, Трамп хочет давать что-то Украине, но на какой-то взаимовыгодной основе. Пусть пока у вас нет денег, пусть потом вы отдадите или потом вы отдадите частично. Он, как бизнесмен, хочет, чтобы это было, а не просто пулять деньги туда, в Украине. В Украине, говорят, мы не хотим ничего давать взамен. Давайте нам деньги. Ни о чем не спрашивайте нас, говорит Микита Чернышев мне. Давайте, вот как Байден говорит, давайте. Вам кажется, что Байден говорит. Байден вас подставил. Байден вам дает ровно столько, чтобы украинская армия не погибла сразу. И вот так дают. То есть это морфий дают украинской армии. Трамп хотел бы, чтобы было какое-то окончательное решение украинского вопроса, в какую-то сторону, чтобы просто перестали гибнуть люди. И Украине выгодно говорить о том, что Америка не дает деньги. А вон есть такая страшилка Трамп, который вообще ничего не хочет давать, никаких денег. А на самом деле проблема, что только в оружии? А почему вы молчите о том, что у вас нет солдат? Некому держать в руках это оружие. Некому заряжать ракеты, ракеты, снаряды. Стрелять некому. Вы посмотрите, что происходит. Закон о мобилизации сознательно торпедируется и тормозится в Украине. В Украине идет тяжелейшая война. И вместо того, чтобы сделать закон о мобилизации, начать призывать людей и готовить людей, ну то есть вы мне сейчас скажете, она и так идет. Она и не идет так, как надо. И у нас здесь постоянно ждут статьи, что у Украины нет людей, чтобы воевать. А вы зациклили, вас зациклили на оружие, оружие, оружие. Подумайте чисто арифметически. Если не пополнять бассейн, то он опустеет. Не надо говорить о том, кто лучше бойцы, кто хуже бойцы, россияне или украинцы. Допустим, одинакового качества бойцы. Если у них идет мобилизация, идет подпитка новыми телами, солдатами, бойцами, офицерами, то в Украине это делается намного меньше. Из-за чего? У нас идут разговоры, что это за вообще подход, чтобы раньше, чтобы до 25 лет не брать в армию мужиков в Украине. Тот же самый Линдзи Грэм, который приезжал, который, кстати, друг товарища и брат Дональда Трампа. Он говорил, вы должны набирать людей. Ну, конечно, мы скажем, и я с этим согласен, что ты туда полез, давать им совету. Не можешь помочь? Молчи. Можно и так сказать. Но по сути-то он прав, что человек, которому 21 год, не может держать оружие в руках, не может защищать свою родину. Ну, короче говоря, вас направляет не в ту сторону. Если подумать, пишет, да, я вообще первый раз недавно YouTube порекомендовал ваше видео, я подписался. Вы знаете, всех своих подписчиков, их 14 тысяч с половиной. 14 плюс тысяч. Я не знаю. Я знаю группу людей, которые регулярно приходят ко мне на стримы. Часть из этих подписчиков, я думаю, программисты, которые смотрели мои видео технически, по программированию, по обучению, доклады и так далее. Ну, какое-то количество людей я уже знаю. И одна из ценностей этого подкаста, в отличие от других, в том, что я говорю вживую. Вот вы написали, видите, я к вам обращаюсь. И он такой маленький бутиковый канал, в котором есть возможность пообщаться. Вы можете конкретно сразу спрашивать, что происходит в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в которых я прожил уже 32 года. Это Айдар пишет, сами неверующие, но говорят, стена плача имеет магические свойства. Очень интересно, люди, которые говорят, я неверующий, но когда, не дай бог, у человека появляется какая-то болезнь тяжелая, сразу все начинают ставить свечки, вспоминать Бога и так далее. Все, кто оказывается недалеко у стены плача, которая, на самом деле, это так называемая the western wall, западная стена храма, второго храма, который был уничтожен в каком-то году, в каком же году, в 70-м году нашей эры, что ли, римлянами. Да, это восточная стена его. И там между камнями кладут записочки. И считается, что если ты напишешь свое желание, на листике так свернешь, и воткнешь куда-то там между камнями старыми, то Бог это увидит, прочитает и исполнит ваше желание. Может быть, в этом смысле магическое. Но это делают все евреи, неевреи, все, кто хочет, приходят к этой синеплача и вставляют свою записочку, а потом все получается. Как и обещал, один единственный Бог. Айс Фишинг пишет, почему-то всегда считал, что гольф для очень богатых и очень-очень физически ленивых людей. А вы попробуйте. Почему он для очень богатых? Потому что оборудование стоит очень много. Оборудование, членство во всяких гольф, вот этих полях, это дорого, действительно это дорого. Поэтому он для людей, у которых есть пару копеек. А пару копеек есть у многих людей. Ну, давайте я вам покажу сейчас одно исследование. Раз уж уже говорили о богатых людях. Где находится наибольшее количество богатых людей? Вот читаем New York Post. New York Post, которые буквально неделю назад выпустили эту статейку. Это, кстати, город Остин. Остин, Тексас. Один из хороших, красивых городов, где я не бывал. Но говорят, что там жить круто. Поэтому, когда меня спрашивают, где бы ты хотел жить, если бы не во Флориде, я бы сказал, скорее всего, в Остине. Да. Так вот. Соединенные Штаты Америки, пишет эта статья, остаются лидером, бесспорным лидером, undisputed leader, в сосредоточении богатства. То есть, количество богатства, которое есть у нас, ни у кого больше нигде нет. Что-то я вам так показываю. Нечистый экран. Да. И вот эта компания, которая называется Henley & Partners, лондонская компания, ну, вы понимаете, британский ученый, выпустили в 24-м году отчет по богатству в Америке. Что еще делать в лондонской компании? Как считать деньги американцев? И, так как считать уже деньги любят многие, поэтому я вам сейчас прочитаю эту статью. Итак, по данным этого отчета, в некоторых частях Америки наблюдается быстрый рост богатого населения. Но это не те регионы, которые обычно попадают в заголовки новосея богатства. Обычно это Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Несмотря на периодические опасения по поводу надвигающегося исхода миллионеров из Америки из-за более высоких налогов, преступности или других внутренних проблем, данные показывают, что состоятельные люди не поголовно бегут, а что США переживают ремикс миллионеров. Написал введение к новому отчету управляющий партнер Handling Partners Мэгди Кадири. Итак, в таких городах, как Остин, Майами и Скоттсдейл, Скоттсдейл, это штат Аризона, но туда не едьте. Люди, хоть у вас и есть там пару миллионов на кармане, не езжайте туда. Жара, такая жара, не нужна она вам. Забудь об Аризонте. Туда можно поехать посмотреть эти красные камни, скалы, погулять там на все их трейлз и все. Ну, не жить же там. Да, в таких городах, как Остин, Майами и Скоттсдейл, число жителей увеличивается, в то время, как в традиционных центрах, таких как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго, наблюдается умеренный спад. Вот я тоже, как вы заметили, я спал из Нью-Йорка во Флориду, хотя в Нью-Йорк посещаю регулярно. Крайне важно, сказал этот исследователь, что общая сумма остается чистой и положительной, чему способствует неустанный приток иммигрантов не только через южную границу. Как вы понимаете, миллионеры через южную границу не идут, они идут через другие границы. Крайне важно, что общая сумма остается, да, через эту границу, но и за счет квалифицированных талантов, мигрантов, преследствующих непреходящую американскую мечту. Действительно, хотя Нью-Йорк, со значительным, город Нью-Йорк, со значительным отрывом остается самым богатым миллионером, миллионером, городом США, в котором 350 тысяч миллионеров. Once again, let me repeat. В городе Нью-Йорк, 350 тысяч миллионеров. Конечно, я думаю, что в эту цифру входят люди, у которых вообще всех assets, всех активов на миллион или больше. Ну, допустим, если у вас есть квартира, это миллион с чем-то, плюс какие-то деньги в банке. А вы миллионер? Да. Сегодня у вас есть миллион наличными? Нет. Вы можете продать квартиру за миллион в Нью-Йорке, положить миллион в карман и купить там за 150 тысяч где-нибудь в деревне. В глуши. Можете. Тогда у вас будет наличными миллион. Но, по сути, активов в миллион. 350 тысяч. Из них 744 человека, у которых как минимум 100 миллионов долларов. 744 миллионов. А также 60 миллиардеров проживают в городе Нью-Йорк. Вот. И с 2013 по 2023 год в городе наблюдался лишь 48-процентный рост числа миллионеров. То есть, стало в полтора раза больше в городе Нью-Йорк миллионеров. И почему-то это считается не очень хорошим показателем. В то же время в городе Остин, Тексах, где проживает 32 тысячи 700 миллионеров, 92 человека, у которых как минимум 100 миллионов и 10 миллиардеров, за тот же период темпы роста числа миллионеров составили 110%. что является самым большим увеличением США согласно отчетам. То есть, как вы понимаете, что нас волнует? Нас волнует, с какой скоростью растет количество миллионеров в данной конкретной точке. На втором месте по росту благосостояния за тот же период находится Скоттсдейл, штат Аризона, где темп роста составил 102%. За ним следует Палм-Бич во Флориде и Уэст-Палм-Бич, где темп роста составил 93%. Из 11 городов, включенных в Форетик, самых богатых городов Америки, Нью-Йорк и Лос-Анджелес оказались в самом низу. Чикаго взял последнее место, Нью-Йорк и Лос-Анджелес и за последнее место наблюдается значительно меньший рост благосостояния, менее 50%, чем в других мегаполисах, включая Далла, Сиэтл, Хьюстон, Бостон, Вашингтон, округ Колумбия. И тот факт, что огромное количество миллионеров в городе объясняет ситуацию в ресторанах. скажем, мы были в... Пару недель за женой мы были в Нью-Йорке, там недельку провели. Посетили пару ресторанов. Дорогущие рестораны, забиты полностью, пэкт. Я в них делал резервирование за месяц до того, как мы поехали в Нью-Йорк. То есть в Нью-Йорке действительно много людей, которые богатые. Много людей, которые бедны, но богатых тоже до фига. До фега или до фига, как правильно говорить. Так, якобы, что скажете про Вермонт? А что мне говорить про Вермонт? Ну, город, республиканский губернатор. Не очень меня интересует Вермонт. Мы когда-то там на лыжах катались. А вот так I don't care about Вермонт. Макс Юэй пишет, генерал-лейтенант Роберт Магаван из британского штаба заявил, что Британия продержится не более двух месяцев при войне с РФ. Говорит, мало снаряда, ведь денег нет. У РФ тоже снаряда нет. Почему он так нервничает? Но опять же, мы поможем братской Британии. Максим пишет, как вы думаете, как отреагирует США и Европа, если Украина начнет разработку ядерной программы хотя бы тактического уровня. Думаю, отреагирует спокойно. Сначала понервничает, потом спокойно. Так же, как и с Израилем. Помните, когда у Голды Мэйер спросили, у Израиля есть оружие? Она говорит, нет, но если надо, мы его используем. Вот так сказала Голды Мэйер. Так и Украина сделает. И я считаю, что Украина должна иметь ядерное оружие, чтобы всякие козлы из России не пытались уничтожать эту страну, как они делают сегодня. Яков, много ли ваших знакомых и родных уехало из-за мобилизации Украины? Ну, если говорить конкретно, двое моих родственников непосредственно сейчас живут у нас из-за войны. Они бы не уезжали. Они не уехали в Америку на постоянно, но они живут у нас, и я очень рад, что мы можем им предоставить возможность жить и не опасаться ракет и сирен и звуков дронов. И я очень рад, что они уже, может быть, даже забыли о том, как отличать ракету одного типа от ракеты другого типа по звуку. И как отличать, что это был патриот или не патриот, или бог. А вообще количество людей не моих знакомых, которые разбежались из Украины, довольно большое. и я уверен, что половина из них в Украину не вернется никогда. Never. Если бы война была покороче, если бы она шла там три месяца, ну полгода, большинство вернулось бы. Но если люди прожили, особенно с детьми за границей, год, полтора, дети уже чувствуют себя комфортно в школе, уже выучили язык, родители как-то пристроились, уже, может быть, сошли даже за способи и нашли какую-то работу, в целом-то среда неплохая западных стран. Другое дело, что она не всем подходит. И многих людей просто выбросили из той же Украины, и они вынуждены были бежать оттуда. Они бы никогда не уехали. И правильно, не все должны уезжать, конечно, нет. Но такая ситуация, чем дальше идет война, тем меньше людей вернется из тех, кто уехали. Так, идем дальше. В Киеве полным ходом возобновили строительство новых жилых микрорайонов. Ракеты летят, а они строят. Как так? Может, уже нет войны, или кто-то решит, где заканчивается Украина, и начинается война. Айс Вишинг, вы знаете, вы такую тему дотрагиваете. Она действительно, она очень странная, эта тема. Почему она странная? Потому как война есть и убивают огромное количество украинцев и разрушают города. С другой стороны, она где-то там для большинства Украины. В своих городах они ее чувствуют только по тревогам. И иногда где-то разобьют подъезд какой-то, уничтожат россияне. Погибнут дети, погибнут люди. И вот все возмущены, естественно. Ну, каждый понимает, что вероятность, что вы конкретно погибнете от удара российской ракеты или снаряда очень маленько. Ну, просто крайне маленько. Поэтому многие пренебрегают такой опасностью. А кроме того, люди считают, что надо продолжать жить. И это правильно. Нельзя же просто постоянно сидеть в бомбоубежище и выглядывать в окно и сходить с ума. И испытывать чувство тревоги, панические атаки и, может быть, еще какие-то психические расстройки. Люди продолжают жить. А если люди, которые в бизнесе по строительству домов находились все время, если они видят, что рынок как-то появляется, у кого-то все-таки есть деньги на дома, то они строят дома. Так. Влад пишет, какой у вас бизнес? Бизнес у нас по программированию. Мы делаем софтвер для страховых агентов. Дальше. Микита пишет, я не говорю, что делать только в помощи. Проблем хватает, над которым надо работать. Но как я могу голосовать за Трампа, если у него нет четкой позиции по Украине? Четкой позиции по Украине нет у Байдена. Какая позиция, Микита, какая позиция у Байдена по Украине? Какая? Не допустить, чтобы Украина проиграла. Так? А что это значит? Это значит, бейтесь, деритесь, погибайте, пусть вам отрывают ноги, руки, пусть вас калечат, а мы будем подкидывать чуть-чуть потихоньку оружие. Так? Вот так вы хотите? У Трампа нет такой позиции, что будем бесконечно давать по чуть-чуть, чтобы как можно больше украинцев перемололи. Вы не хотите голосовать за такого человека, который приведет к какому-то решению проблему? Я хочу голосовать за такого человека. Кстати, кстати, давайте-ка посмотрим, если вы уже говорите про Трампа, как он выступил вчера. Не он, а его компания. Помните, я вчера рассказывал, я вчера рассказывал, давайте сделаем на Синитар. Уже открылся рынок в 9.30, по нашему счету в 9.36. Поэтому картинка вот такая. Значит, давайте все-таки посмотрим. Вот здесь это 25 марта, это позавчера. Закрылся рынок, вы видите, посмотрите, вот в квадратике написано 49.95, 25 марта, 4 вечера, там вальвум, это какое количество шер было продано. Они вышли на рынок впервые. то есть была компания, я уже вам рассказывал, пустышка, оболочка, и вот то, что вы видите, до того, это ее, почем она продавалась, эта компания, потом они официально объявились, слились с Трампом, компания ее, вместе с этой Track Media Media and Technology Group, и ее тикер, ее символ, DJT, это три буквы от имени Дональда Трампа. И вот здесь они объявили, что они сливаются, они выходят на IPO, на Initial Public Offering, как вот эта новая компания, Trump Media and Technology Group Corporation, которую у Трампа 58% голосов, и они вышли. Но как они вышли, вы обратите внимание, по 50 долларов никто купить практически не мог эту компанию. Открылась она в 9.30 утра, вчера, видите, уже по цене 70 долларов. То есть объявили после after trading, может быть, было какое-то количество небольшое людей, которые смогли купить после закрытия биржи вчера, не вчера, позавчера, по 49.95. Потому что в основном население, когда проснулось вчера утром, и когда биржа открылась в 9.30 утра, вы видите, вот здесь написано, в этом квадратике, вчера, цена уже была по 70. То есть если вы купили бы в 9 утра, 9.30 утра вчера, вы бы могли купить только по 70 долларов акции. После чего она поболталась, поболталась и вполне ожидаемо упала. И закрылась вчера по 57 долларов. То есть если вы купили утром в надежде такой радостной, что вот я заработаю пару копеек, то вы попали. Вы купили по 70, а продали, а вернее к вечеру они были по 60 долларов штука. Сейчас открылась биржа, сегодня опять подъем, опять они открылись, как они открылись? Они открылись видите на 67, ну давайте сюда встанем, 9.32 допустим, 69 долларов и 74 цента они были. Что будет дальше? Дальше не знаю, я думаю будут падать дальше. Я думаю народ, который играет на этом, они попадут, они попадут серьезно. но если кто-то умный человек и хочет рисковать и кстати, вот эти графики посмотрите, допустим, этот график, за 5 дней они взяли 55 процентов. Это буллшит, ну как, это не буллшит, потому что до этого это была другая компания, а вот сейчас они открылись, а за один день они взяли 20 процентов. это тоже буллшит, потому как они считают, что 49,95 была цена, а закрылась на 59. Но вы же не могли купить по 49, вы купили по 70, как я вам показывал, но вы понимаете. Одним словом, кто я писал в комментариях вчера тот факт, что True Social не несет никакой ценности, ничего вам не говорит о Трампе. Ничего мне не говорит о Трампе абсолютно. А что мне должно говорить это о Трампе? Вы переносите эмоции в бизнес. Вы, наверное, относитесь к тем людям, которые верят, что главная задача бизнеса это сделать мир лучше. Выбросьте это из головы. Выбросьте этих глупостей из головы, как писал Бабель. Это булшит. Человек бизнесмен, он делает деньги. Он делает деньги. А вы хотите, чтобы он думал о пользе? Да, собственно, и польза там была изначально. Сейчас, мне кажется, это пузырь, вот это social network, который он сделал в отместку Твиттеру, который его выкинул. Я уже не раз говорил, что надо было, чтобы Твиттер его выкинул раньше. Тогда Трамп своим хамским поведением и хамскими обзываниями не обижал бы так много людей. Но его выкинули позже, чем я хотел бы из Твиттера. И тогда он решил сделать, он стал говорить, это подавляется свобода слова, и поэтому я сделаю свою социальную сеть в пику Твиттеру. И он ее создал, детский лепет на лужайке, эта сеть. Если в Твиттере сегодня 75 миллионов пользователей, ну Твиттер сейчас называется X, но это Твиттер, то у Трампа в этой truth social полмиллиона. Чувствуете разницу? Feel the difference. 75 миллионов versus полмиллиона. Это вообще, это не есть цифра, за которую можно делать компанию Evaluation 3 миллиарда, 4 миллиарда, 6 миллиарда, я не знаю сколько миллиардов. Просто там Трамп. Из-за этого имени народ эмоционально рвет и мечет и бежит на рынок, несет свои кровно заработанные. Это игроки несут туда. Рынок это эмоции, это не есть экономика. И поэтому то, что вы говорите, вас не волнует, что в truth social нет никакой ценности. Меня абсолютно не волнует. Если бы я решил покупать акции этой компании, то я бы занимался не фундаментальным анализом, то что называется, а technical анализ. Я бы смотрел, как идет график, как он падает, ага, он упал вот до этой задач, до этой цифры стоимости, ага, потом пошел подниматься, потом опять упал, ага, значит, это цена, это resistance, то есть сопротивление, то есть, это нижнее, ниже чего он падает. Ну, вот так бы я рассуждал, а то, чем занимается true social, меня вообще не парит. Это не те категории, которые надо оперировать, когда вы говорите о покупке или продаже акций. Вот так, идем дальше. Сергей пишет, Яков оставлял записки в стене плача ни разу, не работает. Это падла до сих пор жива, и Москва не сгорела. Вот, в этом проблема. Вы не должны были рассказывать, о чем вы пишете, в этом есть фишка. Вы, если написали что-то про эту падлу, никто не знает, не должен знать, что вы написали. Поэтому next time идите опять к стене, напишите то, что вы хотите, но никому не рассказывайте, что вы написали. Максим пишет, одно непонятно, ну, намобилизируем людей со 17 лет, а дальше что, если нет оружия? На мой взгляд, оружие это основное. Ну, я понял, вам рассказали, что оружие это основное. Максим, знакомый, 23 года, рассказал, будет устраиваться в элитный батальон, он в отличной форме, но не хочет бросать девушку, уговаривать ее мобилизоваться с ним, она фитнес-тренер. Ну, я не знаю, чего она не хочет на фронт, странная какая-то. Ну, бывают такие, знаете, фитнес-тренеры, которые не хотят в окопах проводить свои рабочие часы. Так, Flexibel пишет, у нас в Остине прошлым летом было подряд 40 солнечных дней, без дождя и даже облаков. Днем было плюс 40, ночью плюс 25. Это вы имеете в виду Фаренгейта плюс 40? Это что-то странно. Не знаю. Я не знаю. Напишите, если вы в Остине, вы должны писать по Фаренгейту. Если вы пишете плюс 40, и это по Цельсию, вы должны быть более специфичны. Константин пишет, все логично, просройка среднего класса худеет, куда-то эти деньги должны уходить. О каких денег, уже я не помню. Старый комментарий стал. Так, хорошо. Айдар пишет, почему люди уезжают из Калифорнии в Техас или Флориду? Налоги? Налоги, само собой, и меньше булшита. Потому что эти все течения, diversity, inclusion, equity, и брать надо черных раньше, только потому что они черные на работу. и дети могут свободно думать о перемене пола, и с малых лет рассказывают про ЛГБТ. Люди не хотят этого булшита и уезжают. Ну плюс, в Техасе и Флориде нет налога штата. А это сразу же дополнительные деньги в карман. Эйби пишет, сейчас за миллион ничего не купишь. Ну я вам хочу сказать, вы конечно правы, но надо все сравнивать. Что лучше, если у вас есть миллион и вы не можете ничего купить за него, или у вас есть 50 тысяч и вы тоже не можете ничего купить. Решите, что вам лучше. Так, якобы знакомы с понятем P, ratio в акциях. Да, знаком. Price earning ratio это называется. То есть акция продается по такой-то цене, а зарабатывает столько-то. Они считают коэффициент, чем меньше PI, тем более солидная компания. Так, Максим пишет, как вы думаете, может ли США сделать небольшую поставку патриотов для защиты ПНЗ РФ от агрессивных действий Украины? Вопрос полуироничный, хотя я уже ничему не удивлюсь. Кого защищать, я не понимаю. Патриоты очень нужны Украине. Я руками и ногами за то, чтобы Америка дала Украине больше патриотов. Хотя бы еще десяток. Десять патриотов защитили бы всю страну. А у нас их море. У нас их много. И вот ваш друг Байден почему-то не дает. Почему не дает? Или надо обвинять Трампа и республиканцев в Конгрессе? Почему не дает? Трамп вам обещает, может быть, патриот? Что-то я это не видел. Вернее, Байден, извините. А вы все за Байден. У вас, наверное, на билбордах в Киеве висят там на Бориспольской трассе Байден наш чемпион. Или что-нибудь такое? Байден, мы вам верим. Есть что-нибудь такое? Итак, Роман пишет, официальная статистика говорит, что с Украины выехало около 14 миллионов человек. Среди моих выехавших знакомых никто, к сожалению, не будет возвращаться, и это очень плохо. Ну, Роман, вы видите, вы программист. Среди программистов, конечно, еще больше процент не будет возвращаться. Но даже не программисты, человек работал в торговле, человек бухгалтер, они там на что-то переучатся и останутся зацепиться. Ради детей, ради того, чтобы их дети, особенно если это мальчики, не попали опять в такую передрягу после возвращения в Украину. Дальше, я разговаривал с одной женщиной, она мне сказала, она из Харькова, живет сейчас за границей, вынужденно живет, естественно. И я спросил ее, будешь ли ты возвращаться? Она говорит, буду, но не в Харьков. То есть, она говорит, что она вернется, но поближе к западной области, чтобы быть подальше от врага. я не знаю. Юрий спрашивает, знакомы ли у меня понятие, такое как Теори, Траума, Релиз, Эксерсайз, нет, я такого никогда не слышал, о чем это я не знаю, может быть, я знаю, но под другим именем. Танислав, всем привет, Макс, что будет делать ваш 23-летний знакомый, если ему оторвет руки и ноги, что дальше, какой обузан будет для родителей, он подумал, если девушка попадет в плен и ее будут насиловать, он подумал, я не думаю, что он думает, что его девушку будет насиливать, тем более, она тренер по фитнесу, как даст, такой кик, знаете, кикбоксинг она знает наверняка. Так, идем дальше, идем дальше, Flexible пишет, Яков по Цельсию, имелось в виду невыносимо жарко, надо писать по Цельсию, потому как, если вы находитесь где в Остине, я исхожу, что автоматом что-то по Харенгейту. Оки-доки, идем дальше, что у нас со временем, уже болтаем 50 минут ни о чем, а вы мне даже не устанавливаете. Давайте я вам такую штучку покажу. Или все. Ну, про миллионеров же хотели, мы же уже начали. Ну, давайте, давайте вот этого. Вот это посмотрим. Вот этот остров называется Star Island, звездный остров. Он находится здесь у нас в Майами, в южной части, южнее Майами Бич, остров такой, наносной, имеется в виду он сделанный руками. Там живут люди, я бы сказал, которые хорошо учились, как я обычно люблю говорить, но в данном случае это Пав Дэди или Пи Дэди или Пи Дэди и почему я вам его сейчас показываю, потому как, ну, во-первых, он миллиардер, у него больше миллиарда долларов, он напел себе своим рэпом больше, чем на миллиард. Вот. Но, как человек, похоже, он не очень хороший. И вот на него, вернее, вчера в разных его местах, где у него квартира, ну, сейчас, например, один из домов у него вот здесь, сейчас я должен вам показать, вот здесь, наверное, вот это его домик у нас тут на этом Star Island, на этом острове. Хороший такой домик, там, вместительный, там, домик для гостей, есть где отдохнуть. Ну, он, конечно, в основном пустует, потому как это одно, одно из мест. Короче, были рейды. Наши силовики во всех местах, где его property, они его, они сделали обыски, он куда-то делся, вроде отследили его частный джет, он куда-то на какой-то остров далекий-далекий, где-то там в океане укатил, вот, и он укатил туда, а после этого продолжаются обыски, из-за чего к нему пристают. А, кстати, еще одного взяли, взяли еще вот этого гада паршивого, этот Пол, Пол его был, так называемый, drug mule, мюл, осел, перевозчик, но, в принципе, это тот, который занимается перевозкой наркотиков. Он перевозил не только наркотики, но и оружие для этого Пав Деди или Пав Диди. И на этом острове, кстати, который я вам показывал, живут много уважаемых людей, там, Сильвеста Сталлоне, Глория Стефан, Мадонна, ну, живут, я говорю, живут, имеют дома, в частности, хорошие места и все такое. И похоже, что он типа тот же самое, что было с Джеффри Эпштейном, только это теперь уже версия 2.0. У того был, конечно, Лолита Экспресс, как называли его самолет у Эпштейна, который возил сильных мира всего на острова, где девочки были, которые были молодые, under 18, моложе 18 лет, и они там что-то, чем-то занимались, чем я не знаю. Теперь та же самая похожая тема, похоже, он тоже занимался то, что у нас называется, я имею в виду Puff Daddy, Sex Trafficking, то есть завозил в эти дома, поместья девчонок, вообще он очень грубо обращался со всеми, некоторых даже бил, оказывается, теперь, людей, которые работали даже у него, или там girlfriend. И, короче, наши силовики работают медленно, это меня всегда удивляло, но в результате потом вдруг бум, и все подготовлено, и уже они собрали все нужные доказательства, и тогда уже начинаются обыски, наезды, маски-шоу, и сейчас у нас идет охота за ним, он исчез, Пап Дэдди, так что, невзирая на то, что он миллиардер, закону все возрасты покорны, и все состояния покорны. Будем наблюдать. Ну, и раз мы уже, раз мы уже говорим о музыкантах, продюсерах, и так далее, я вам должен показать еще одну восходящую звезду, восходящая звезда, это вот это. Это человек из другой индустрии, это человек из другой культуры. Вот это, этот человек. У него написано, что он русский, он выступает под кличкой Шаман, и когда, под кличкой Шаман, под погонял Шаман, он быстро очень перестроился, он понимает все в конъюнктуре и понял, что надо сейчас топить за Путина, и теперь ему все пути, все дороги открыты, концертный зал в его распоряжении, и вот после, после того, как произошел этот теракт в Крокус-сити-холле, он решил сделать громкое заявление и сказал, что я оплатил всем погибшим похороны и лечения всем, кто ранен, сказал Шаман. Давайте послушаем. Родные, любые беды и напасти всегда сплочали нашу страну, делали Россию. Вот почему я ему не верю, ни одного ему слова, посмотрите на него, я вижу, что он врет. Все слова, которые он говорит, он врет, но тем не менее, пусть доскажет. Еще крепче и сильнее напугать и сломать нас не получилось в этот раз. Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает. Заголовками, шпарик. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии. Я с вами. Ну вот, это он сказал. То есть, никаких различений тут быть не может. И он это сказал. Когда он это говорил, погибших было человек 30, и он, наверное, подумал, что он может выступить, для него будет крутой пиар, и благодаря нему он станет еще популярнее. То есть, купит себе за небольшие деньги, он купит себе больше популярности. Тут такая тема, что как минимум 140 человек погибших, плюс 200 человек раненых, допустим, я говорю примером, он такой сидит и думает, упс, что-то я, похоже, погорячился, когда я сделал такое заявление, и уже передумал. Но, чтобы как-то выйти из этой ситуации, он взял и перевел 5 миллионов рублей в российский Красный Крест. И сказал, типа, пожалуйста, обращайтесь туда, я туда перевел деньги, и мы вам поможем. Ну, я тогда решил прикинуть, может ли он похоронить всех, которые убили, которых убили. Я даже сказал, ладно, шаман, забудь о том, что ты обещал всем раненым помочь восстановиться, забудь. Возьмем только погибших. Только погибших, похорони, да и все. Сначала я подумал, что, наверное, он имел в виду похоронить всех в братской могиле. То есть, сколько там стоит выкопать братскую могилу и туда положить всех этих людей. Наверное, он так считал. И я подумал, что, ну, нереально, как он, нельзя похоронить столько людей за 5 миллионов рублей. И я решил посчитать. Как говорится, письмо позвало в дорогу. Я взял 5 миллионов, разделил на 140 человек, погибших. Только погибших. Еще раз говорю, раненые, даже не звоните в Красный Крест и не просите, чтобы шаман подошел к телефону. Разделить 5 миллионов на 140, и у меня получилось там, что это, 37 тысяч рублей, или что-то такое. Ну, я перевел это дело в доллары. Примерно 385 долларов на человека. И я решил узнать, можно ли похоронить человека на 385 долларов. Ну, или если брать в рублях, то на 37 тысяч долларов. Давайте посмотрим. Я погуглил, у меня ушло на это буквально 20 секунд. И я нашел нашел вот этот центр Мосгор ритуал. Мосгор ритуал. Круглосуточная горячая линия. Телефоны бесплатные по России. То есть, если надо похоронить хоть ночью, надо похоронить, звоните, кто-то поднимет трубочку и похоронят по всем правилам. Итак, читаем. Предприятие Мосгор ритуал оказывает ритуальные услуги по оказанию и проведению похорон в соответствии с религиозными канонами. Стоимость организации данной формы ритуала прощания зависит во многом от нужд, а также индивидуальных пожеланий лица ответственно за похороны. Итак, утвержденный пресс-курант на ритуальное отслуживание в Москве. Выезд агента. Одна услуга бесплатная. То есть, к вам выездит агент бесплатный. Два. Гроб гладь. То есть, есть такие гробы фирмы гладь или модели гладь. Есть разные модели гробов. вы понимаете. Ну, я так понимаю, что гроб гладь не самый крутой гроб, но, тем не менее, он недорогой. Всего лишь 2200 рублей. Одна штука стоит. Если вам нужно 140 штук, значит, умножить на венок искусственный серия 90 сантиметров. Две штуки будет выдано вам 5500 рублей. Постель в гроб. Одна штука 1450 рублей. Покрывало. Одна штука 1100. Подушка 700. Оформление заказа на принадлежности 1050. Крест надмогильный металлический 3950. Трафарет на крест 1080. Оформление заказа на транспорт. 1050 транспорт маршрут морг кладбище крематорий до места поминок. Доставка принадлежности в морг. Итого 31 780 рублей. То есть я сразу подумал, что Шаман так и прав. Он выделяет 37 тысяч рублей. А можно вложиться в 32 тысячи рублей. Еще остается. Но когда я начал остаться дальше, оказывается, не так все просто. Потому что в эти 32 тысячи рублей не входят важные вещи. И надо их заказывать дополнительно. Дополнительно. Ну, во-первых, там свидетельство о смерти 5 тысяч. А кроме того, обслуживание в морге еще требует 8 тысяч рублей. Ведь надо одеть, обмыть и уложить в гроб умершего. А, это бесплатно. А, укладывают в гроб, наверное, бесплатно. Я не пойму, 8 тысяч рублей с одной стороны, но в гроб бесплатно. Может быть, это неплохо, что в гроб укладывают бесплатно. Кремация от 16 тысяч рублей. Копка могилы. Да, вот в эти 32 тысячи не вошла копка могилы. Ведь ее надо выкопать могилы. Копка могилы и осуществление бесплатного места на кладбище. В общем, если с 5 января по 31 10 31 октября 9 тысяч рублей. А если не понимаю, я не понимаю. А, с 1 мая по 31 октября 9 тысяч рублей. Видно, земля еще не мерзлая, поэтому чуть дешевле. Но если человек умер позже, то 10 тысяч рублей. Но, слава Богу, этот теракт случился в марте. А, нет, это не слава Богу. Это не слава Богу. То есть выкопать яму будет стоить почти 11 тысяч рублей. В общем, это проблема. Но, с другой стороны, good news, всегда есть хорошая новость. Доводим до вашего сведения, что правительство города Москвы через органы социальной защиты выплачивает материальную помощь на проведение похорон в размере 20 862 рубля и 68 копеек. То есть если накинуть 8 тысяч, чтобы обмыть, 5 тысяч на документы это 13, плюс 10 тысяч это 23, но чуть-чуть не затягивает. Это 23 тысячи, то есть 20 тысяч на все эти дополнительные услуги даст руководство правительства Москвы. то есть в принципе надо сказать, что на эти 5 миллионов я считаю, что шаман имеет моральное право сказать, что он оплатил похороны или почти оплатил похороны всем 140 тысячам усопших. Но конечно, некоторые скажут я не хочу гроб типа гладь. Некоторые люди балованы. Ну вот, например, вот он, я нашел его тут же. Гроб гладь выглядит вот так. Не каждый захочет своего родственника уложить в гробе гладь. Но, как говорится, шаман не обещал гроб сделать такой золотой гроб, как у Джорджа Флойда у нас в Америке. Он никому этого не обещал. Поэтому к шаману не приставайте. Гроб гладь. That's it. И больше она больше ты не рассчитывай, как писалось в одной известной популярной песне. Ну, вот такая интересная история. Вот такая интересная история. И надеюсь, что шаман свое слово выполнит и поможет всем усопшим. А вы будьте здоровы, живите богато, живите мирно. И вообще, чтобы у вас везде была тишь да гладь. Оставите 100 лайков, запишу завтра и сегодня видео. Не оставите, я пойму и не обидуюсь. Пока. Субтитры Субтитры